Обсудим с основателем благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игоря Муроманенко, который присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, приветствуем. Здравствуйте. Добрый вечер. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, а за счет чего России удается наращивать производство подобного рода вооружений? В силу введенных санкций против Российской Федерации. За счет того, что экономика Российской Федерации в всего большей степени переходит на военные рельсы. Во-первых. Во-вторых, они разрабатывают пути и реализуют их обходы санкций. Ну, к сожалению, достаточно эффективно. И поэтому, особенно не стесняясь, работают с такими государствами, как Иран и Северная Корея. С китайцами как бы делают все это более скрыто. И китайцы поставляют как бы двойного назначения комплектующие или какие-либо устройства. Но по части дронов мы знаем, что достаточно большое количество используется просто гражданских дронов, которые потом дорабатываются под боевые и таким образом используются. Ну, вот в основном в связи с этим им удалось до конца этого года поставлять своим вооруженным всем десятки тысяч дронов различные. Ну, и по ракетам выпускают в целом, как уже было сказано, меньше, чем перед началом войны. Ну, достаточное количество. Сейчас около 900 ракет различного типа. У них есть наявности. Ну, и мы видим по нанесению ударов воздушных, что в основном в последнее время используются раи беспилотных аппаратов, борозжующих боеприпасов. Однако для повышения эффективности они добавляют ракеты и крылатые, и баллистичные. Ну, как они считают, по каким-то особым целям они могут концентрировать некоторое количество ракет, в том числе и баллистичных, как мы видим. Игорь Александрович, кстати, спикер командования воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона назвал конкретную цифру. С 24 февраля 2022 года, момента начала полномасштабного вторжения российских оккупационных войск в Украину, армия оккупанта запустила по Украине 7400 ракет разных типов. По имеющейся у вас информации или по вашей оценке, аналитике, еще осталось что-то из советских запасов? Или это уже все использовано? Нет, к сожалению, остается. Ну, например, ракет комплекса С-300, зенитно-ракетного, который модернизирован под комплекс ракетные земля-земля, у них есть еще тысячи ракет, к сожалению. Зенитно-ракетного комплекса С-400 сотни, потому что они его в основном используют по прямому предназначению, как средство противовоздушной обороны. Однако для того, чтобы со своей территории доставать, например, по Киеву, используют в том числе не меньшие степени, но также и этот комплекс. По другим типам государства, выпускающего такого типа ракеты, поэтому налаживают производство. Хотя не настолько, насколько бы это их удовлетворяло или соответствовало потенциальным возможностям начала войны по ракетному производству. Игорь Александрович, смотрите, из Херсона пришло сообщение о том, что депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сказал о том, что в последние дни оккупационные войска массировано атакуют Херсонскую область новыми шахедами, черными, так их называют. Это и ужасные взрывы по городу. И также за сутки начали использование беспилотников, оккупанты увеличивать, которые сбрасывают именно взрывчатку. И такие случаи фиксируют каждый день. Что за беспилотники, в чем их опасность и в чем сложность, возможно, их сбивания? Что касается черных, то понятное дело, что в ночное время просто визуально нашим мобильным группам сложно по ним работать, потому что надо их обнаруживать. В основном это делается по звуку, поскольку станций, обеспечивающих авиационных, обнаружение, сопровождение и наведение средств наших поражений не так много. И в этом вопрос, почему я агитирую граждан в территориальных громадах, разбираться, где какие средства с руководством связываются противовоздушной обороны региона и помогать им в оснащении мобильных групп, для того, чтобы выявлять днем белые, ночью черные. Вообще, независимо от суток и времени года, добавлять средства в выявлении и сопровождении. А это и тепловизоры, это электронные лазерные указки, это прожектора и так далее. Поэтому противник ищет возможность повышать эффективность нанесения воздушных ударов в действии, средств воздушного нападения. Поэтому совершенствуется. Но наши воины противовоздушной и противоракетной обороны находят пути и методы борьбы с такими средствами. Но мы видим это по результатам, по эффективности их действий. Тем временем в Москве активно, ну вообще в российские пропагандисты активно разгоняют информацию, согласно которой в 2024 году Кремль планирует испытать 7 ракет межконтинентальных баллистических. И тут возникает резонный вопрос, что конкретно они пытаются таким образом продемонстрировать. Если, конечно, подобные испытания будут проводиться, если это не просто дезинформация, призванная запугать. На мой взгляд, в большей степени это для наших союзников, потому что такого рода ракеты применять у Украины вряд ли. Они решатся, ну решатся, не решатся, несталисообразно с любой военной точки зрения. А вот влиять на союзников, чтобы те еще больше боялись эскалации и оружия применения со стороны России на оружие массового поражения, это да. Не все там складывается, получается, что введение в действие, проведение испытаний, заступление на боевое дежурство. Но Путин в обход всего и вся еще есть деньги, запасы, которые он тратит для того, чтобы разрабатывать такого вида оружия. И, по крайней мере, давить, тыснуть и пугать наших союзников в какой-то мере это удается, поэтому они этим и занимаются. Ну, в этом плане можно посоветовать брать пример с Украины, с его народа, с того, как столько мы переносим такого рода. Вообще, в целом, и в любом случае, несмотря на все вундервафи российские, продолжаем эффективно противостоять и планируем действия по деоккупации нашей страны. Да, и благодаря нашим партнерам закрываем небо. Вот Владимир Зеленский на пресс-конференции сообщил, что Украина получит зимой еще несколько новых систем ПВО. Он, естественно, не уточнил, но уточнил, что это будут Патриот и ЗРК на САМС. Насколько это в процентном, возможно, соотношении поможет закрыть украинское небо? И в каких областях это требует больше всего? Ну, я, как доктор технических наук, опираясь на законы арифметики, могу сказать, что если мы сейчас изложим процентное соотношение, тогда будет понятно, какое количество есть, в частности, там, Патриот или комплексов с противоракетными возможностями. Поэтому будем доверять вам. Тогда не говорите. Спасибо за понимание. Но что я хотел бы подчеркнуть, что очень важно, в том числе и особенно, конечно, поступление комплексов Патриот и САМТИ. Но многие вопросы закрываются. Мы помним, что по САМТИ франко-итальянской президент Макрон и Мелани, значит, премьер Италии, где-то сказали один раз. И после этого у них такие подходы. Мы придерживаемся, как хотят. В этом плане информационно обеспечивают наши союзники. Но, по-любому, важны не только комплексы с противоракетными, потому что это единственное средство уничтожения баллистического, средство нападения противника. Это же самолеты F-16 или аналоги поколения 4+, они работают по аэродинамическим целям, к которым относятся самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты. А вот по баллистике работают именно зенитно-ракетные комплексы с противоракетными возможностями. Но дело не только в этом. В их возможности, а то, что это комплексы средней и большой дальности. Поэтому, в частности, Патриот установил на текущий момент рекорд уничтожения 5 летательных аппаратов противника. До этого у взраильтян был эпизод. Значит, они 4 советских самолета, ну, по вооружению советских. Там арабские государства в противостоянии уничтожили. А у нас удалось, если вы помните, засаде на востоке подошли границы и над территорией Российской Федерации они были уничтожены. То есть важно, чтобы у нас были комплексы большой и средней дальности. И вот в этом плане потенциал додается. Ну, а НАСАМС ближнего и среднего, ну, ближнего, в первую очередь, действия в зависимости от ракет. Потому что ракеты используются воздух-воздух, адаптированные под комплекс земля-воздух, НАСАМС. Они, конечно, нужны. Они очень хорошо работают по маловысотным целям, аэродинамическим целям. И нам нужны такого рода средства. Ну, и идут разводки по-прежнему отечественных зенитно-ракетных средств. Это очень важно. Ну, и изыскуются возможности для укомплектования и увеличения наших мобильных групп, которые работают по шахедам, в частности, и вообще по маловысотным целям средства воздушного нападения противника. Игорь Александрович, а по имеющейся у вас информации, оккупанты свою противовоздушную оборону или противоракетную оборону как-то укрепляют, меняют? Не исключено, что в ближайшее время она может понадобиться им? Ну, или не понадобится вовсе никогда? Она им нужна. Она им нужна уже сейчас. Мы это видим. Ну, как они концентрируют свои усилия с этой точки зрения и по охране Керченского моста и насыщают средствами ПВО Крым, прикрывая военно-морскую базу Севастополя. Но, как мы знаем, не удается, им не хватает именно средств, в том числе современных. Поэтому, как и в бронетехнике, мало современного может быть, но используют старое. Например, с Дальнего Востока, со стороны, так сказать, Японии, хотя нет у них мирного договора до сих пор о прекращении войны, но перебрасывают те же комплексы С-300 еще в варианте зенитным, ракетным, то есть зенитным, а не переделанным на земля-земля, например. То есть средств, в принципе, всегда у военных не хватает и весь вопрос об уровне потенциала, в том числе потенциала противовоздушной и противоракетной обороны. Многое из того, что у них есть на вооружении реклама, увеличивает их возможности, информационно-пропагандистски это подает, чем соответствует действительности. Но это государство ресурсное, которое изготовляет средства сложные, зенитно-ракетные, в том числе и современные, как они сами характеризуют, в недостаточном количестве для того, чтобы выполнять все задачи в Украине, а также в других местах. Например, они формируют Ленинградский военный округ против Финляндии, поскольку подошла и перспектива вступления в Швецию, и нужны тоже средства и там. То есть, конечно, им не хватает этих средств противовоздушной и противоракетной обороны. Что не может не радовать на самом-то деле. Игорь Александрович, спасибо большое за комментарии. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», присоединялся к нашему эфиру. Спасибо.